Скорая помощь Чувашии – это 110 круглосуточных выездных бригад. Они всегда первыми оказываются рядом, когда человек заболел. Сегодня ко всем сотрудникам службы обратился временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. Олег Николаев в первую очередь от чистого сердца поздравил всех сотрудников службы с праздником и отметил эффективность скорой помощи в республике. По этому показателю Чувашия занимает третье место среди 85 регионов России. Мы гордимся тем, что система скорой медицинской помощи Чувашии является одним из лучших Российской Федерации. И в связи с этим недавно именно в Чувашии, на площадке Чувашской республики, проходило всероссийское мероприятие. И мне было лично лестно слушать о вашей работе, о тех подходах, которые вы применяете и являетесь примером для многих ваших коллег в других регионах. Сотрудники службы скорой помощи сегодня несут службу в особых условиях. Огромная нагрузка в связи с пандемией легла и на плечи врачей специализированных медучреждений, где лечатся больные коронавирусом. В РИО главы республики рассказал о стимулирующих выплатах медработникам Чувашии. Напомним, по указу президента страны, тем, кто ежедневно рискует собственным здоровьем, спасая чужое, выплатят в общей сложности 136 миллионов рублей. Добавят и из республиканского бюджета. Той категории, которая не охвачена решениями президента, то есть здесь вот, например, за апрель месяц такая цифра составит более 9 миллионов рублей. То есть, если более точно, 9 миллионов 300 тысяч рублей. То есть, если в соответствии с решением президента все врачи, то есть сумма поощрения всех врачей составит 126 миллионов рублей, то вот в части неохваченных уже за счет республики, вот в рамках тех решений, которые мы для себя приняли и соответствующим образом определили категории людей, которые не охвачены, то есть мы вот уже в апреле месяце направляем 9,3 миллиона рублей. Олег Николаев поблагодарил за труд старшего врача скорой медицинской помощи Республиканского центра катастроф и скорой медицинской помощи Петра Ивановича Львова. Документы о награждении подписаны. Юбилейную медаль к столетию республики в Рио главы региона пообещала вручить сразу после отмены режима повышенной готовности. Александр Соловьев, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Документы о награждении.